Секрет объемного кино заключается в особенностях нашего зрения. Левый и правый глаз видят две отдельные картинки, которые потом в мозгу соединяются, и мы видим объемные предметы. То же самое происходит и в технологии IMAX. Собственно, прямо сейчас мы в этом и убедимся на премьере фильма «Новый Человек-паук». Уже не терпится посмотреть кино на экране размером в пятиэтажный дом и звуком в 10 раз мощнее, чем в обычных кинотеатрах. Для получения максимальной точности и реалистичности изображения в технологии IMAX экран вскрывают специальной серебряной краской. Также его перфорируют, то есть делают маленькие дырочки, для того, чтобы звук, который находится за экраном, поступал в каждое ухо. Ну а теперь самое важное. Проектор. А вот чтобы попасть в святая святых, аппаратную IMAX пришлось пробираться через улицу. Леш, доброе утро. Доброе. Раннее утро в IMAX, честно признаюсь, высоко сидите, далеко глядите. Рассказывайте, как работает IMAX? В первую очередь фильм приходит у нас в таких вот чемоданчиках. Они противоударные, имеют внутри носитель. И посредством USB мы подключаемся к правому проектору и переносим весь контент. Кстати, один такой фильм занимает порядка 200 гигабайт, поэтому и копируется он порядка двух часов. Также Леша поведал мне, что каждый фильм имеет свой электронный ключ, поэтому крутить кино без ведома дистрибьютора не получится. Ну скажи честно, девушку приводишь вечером показать киноку вне сеанса? Нет. Водит, точно. Точно вводит. После этого Алексей мне показал так называемый музей IMAX. Все, отлично. Приблизительно так выглядел когда-то. Концерт Ютуб. Ого! Концерт Ютуб. Как его сюда заперли? Весит такая бобина более 100 килограмм. И это только для одного глаза. Нужна еще одна для второго. Таким IMAX был еще в 2008 году. Вообще эра стереоскопического кино началась еще в 1890 году, когда британский кинематографист Уильям Фрис Грин запатентовал метод производства 3D-фильма. Но нужно было много громоздкой аппаратуры, и кинотеатры от него отказались. Сегодня же стереоскопическое кино – это многомиллиардная индустрия. В ней работают самые крутые режиссеры. Мать моя женщина, как оно красиво нарисовано. Метод съемки 3D такой же, как и 100 лет назад. В кино снимают двуглазые камеры, а расстояние между объективами 64 миллиметра, как и между зрячками человека. Получается, камера смотрит на мир так же, как и мы. В кинотеатре такое изображение показывают с помощью двух проекторов, которые крутят картинку каждый для своего глаза – правого и левого. Один фильтр пропускает только волны света с горизонтальной поляризацией, другой – с вертикальной. Невооруженным взглядом этого не заметить, но в очках точно такие же фильтры. Левая линза пропускает только изображение с вертикальным кодом, правая – только с горизонтальным. Поэтому без очков 3D делать нечего. Ну что ж ты делаешь? Какой свет в кинотеатре? Ребята, смотрите предыдущие серии Spider-Man на новом канале, картинка просто офигительная. Если можете, идите в iMax.